Сегодня мы с вами рассмотрим две темы по бровям. Я покажу вам мастер-класс по быстрой коррекции бровей, а также по окрашиванию бровей. Но давайте начнем с быстрой коррекции. Для демонстрации этого типа коррекции у меня в гостях модель Настя. Как видите, брови у нее неплохой формы, но четко видно, что местами они перещипаны, местами плешивят и в целом форма неровная. В первую очередь я хорошо причесываю брови, укладываю их в естественную форму и оцениваю их потенциал. И если мы сейчас хорошенько рассмотрим ее брови, то увидим, что нам не хватает высоты в передней части, у нас очень перещипано тело брови и абсолютно нечеткий хвостик, от чего брови перестают выполнять их основную функцию, а именно обрамлять глаза. В первую очередь я быстро удаляю лишние волоски вокруг брови. Когда тело брови настолько перещипано, я обычно рекомендую забыть о них на месяц-полтора, а потом сделать коррекцию. Заметьте, что основную форму я не трогаю, а только удаляю явно лишние волоски по всей окружности брови. Дальше переходим именно к заполнению бровей. Сегодня я это буду делать с помощью гель-маркера на основе хны от Нивали. Прелесть этого маркера заключается в том, что продукт уже полностью готов. Не нужно ничего разводить, смешивать, как-то по-особенному готовить. Сейчас я показываю вам технику быстрой коррекции. То есть мы пользуемся этим продуктом, грубо говоря, как любым другим косметическим гелем или помадкой для бровей. Единственная разница только в том, что этот гель держится на протяжении нескольких дней, что безусловно намного лучше. И как видите, я наношу гель тонким слоем и сразу же растушевываю его кисточкой. Это идеальный вариант для тех, кому нужно слегка подкорректировать форму и довести ее до идеала. С помощью этой техники очень просто сделать четкий хвостик брови, заполнить какие-то проплешины, поднять бровь, скорректировать асимметрию и так далее. Уверяю вас, если вы уже пользуетесь какой-то косметикой для заполнения бровей, то и этого средства бояться не стоит. Оно работает точно так же, а держится намного дольше и выглядит очень естественно. И вот если сравнивать, как выглядят брови с гелем и без, то разница колоссальная. И это я еще не закончила. Теперь, когда я полностью довольна формой, мне остается только прочесать бровь, что удаляет какие-то излишки геля и делает общий вид более натуральным. И вот давайте снова посмотрим на результат до и после. По-моему, разница просто огромная. Теперь бровь правильной формы, она выделена, но в то же время это смотрится натурально. На второй брови мы делаем, грубо говоря, то же самое, но при этом стараемся сделать обе симметричными. Если где-то нам не хватает объема, то мы его дорисовываем. Кстати, небольшой совет. Если вы где-то ошиблись, то не стоит паниковать. Всегда держите под рукой ватную палочку с каким-то обезжиривающим средством. Если вы случайно увлеклись и нанесли гель не туда, достаточно всего лишь пройтись по этому месту ватной палочкой. В итоге всего за несколько минут мы получаем полностью смоделированные брови. А теперь давайте перейдем к теме окрашивания бровей. Здесь очень важно с самого начала обезжирить кожу лосьоном, что я и делаю. Если вы хотите получить максимальную стойкость окрашивания, то можно даже сделать пилинг за день до окрашивания, но непосредственно перед началом процедуры мы также обезжириваем область, куда будет наноситься гель. Для демонстрации окрашивания у меня в гостях модель Аня. Как видите, форма бровей у Ани и так идеальная, но она регулярно ходит на окрашивание бровей, так как ей нравится, когда брови более выделенные и немного более толстые. Для этих целей окрашивание это как раз таки идеальный выход. Обратите внимание, что для этого метода я пользуюсь все тем же гель-маркером Невали. Благодаря тому, что она окрашивает как кожу, так и волоски, он идеально подходит для обеих процедур, независимо от того, что вы предпочитаете. В плане проведения самой процедуры, то тут техника не сильно отличается от предыдущей. Единственное, наносить гель нужно толстым и главное равномерным слоем. Ближе к переносице можно сделать немного меньше слой, чтобы в итоге получить эффект растушевки, но по телу брови, а также на хвостике слой должен быть достаточно плотным. Так как это очень детальная работа, я советую вам поискать у себя какую-то небольшую, тонкую и упругую скошенную кисть. С помощью такой кисти вы получите максимально точный результат. Если вы хотите сделать брови визуально толще, то убедитесь, что вы наносите плотный и однородный слой на коже, но я советую вам наносить гель максимум по контуру брови и не сильно заходить на кожу, так как этот гель это все-таки не волшебная палочка, и он не сделает вам новые брови. Кстати, забыла упомянуть, что это именно био-татуаж, так как состав у геля очень хороший. К примеру, в состав входит масло гвоздики, а оно, согласно исследованиям, способствует ускорению роста волос, расширяя сосуды и улучшая кровообращение, за счет чего происходит полноценное питание волос. Еще хочу немного остановиться на оттенках. Маркер представлен в семи оттенках, но самые ходовые это, естественно, черный и коричневый. Оба эти оттенка мне очень нравятся, так как черный это не угольно-черный, а скорее пепельный, что создает очень натуральный эффект, а не эффект нарисованных бровей. Коричневый же идеально подойдет теплым цветотипом, так как в нем очень ярко выражен теплый подтон. Производитель уверяет, что смешивать гель не нужно, так как все уже готово для вас, но кто же остановит визажиста? Открою вам секрет, при смешивании черного и коричневого можно получить идеальный холодный коричневый, который прекрасно подойдет брюнеткам. В линейке также есть разные цвета, такие как синий, красный, оранжевый и другие для каких-то креативных работ. Вообще объем маркера 10 мл, и для личного пользования его хватит больше, чем на полгода. Для окрашивания гель нужно оставить минимум на 30 минут. По опыту я поняла, что в идеале это где-то 30-45 минут, больше не имеет смысла, так как это уже ничего не меняет. По прошествии времени засохший гель мы удаляем щеточкой, вычесывая его, или с помощью ватного диска, смоченного любым маслом. Очень важно не тереть брови, так как вы можете испортить ваши труды и получить неоднородный вид. Если где-то вы все же увидели неоднородность, то не старайтесь это сразу исправить. Зачастую в 90% случаев однородность достигается после умывания в течение первых же суток. Если посмотреть на финальный результат, то мне он безумно нравится. Главное преимущество, которое оценила не только я, но и мои модели, заключается в том, что брови с первого же дня выглядят очень естественно и натурально. Не нужно ждать, пока краска немного вымоется, когда уйдет основной пигмент, вы сразу же после процедуры получаете уже готовый результат, который держится от 3 до 7 дней на коже и до 3 недель на волосках. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и мы увидимся с вами в моих следующих видео. Пока!